В Наринмаре может появиться стена памяти. Монументальное сооружение планирует воздвигнуть в центре города на Аллее Славы к 2020 году, году 75-летия Великой Победы. По задумке инициаторов проекта, стена памяти увековечит имена наших земляков, погибших на фронтах войны. Это более 3300 имен. Возможность установки такого масштабного сооружения в Наринмаре обсудили на заседании рабочей группы. Идея создать в Наринмаре стену памяти родилась у Нинницкой окружной общественной организации ветеранов войны и труда. Благородный посыл поддержал глава региона Игорь Кошин и поручил проработать проект на рабочей группе. По задумке ветеранов, стена памяти отразит список более 3000 имен наших земляков, тех, кто защищал родину и не вернулся с войны. Даже можно какие-то врезки сделать. Столько-то было собрано средств, столько-то было построено танков, столько-то дружинниками тыла было изготовлено продукции, какие-то фотографии. И тогда эта стена как бы оживет. Она не будет моментально громоздким что ли вариантом. Вот это все надо, так сказать, обсуждать. И все выводить уже в конечном итоге. Здесь потребуются и архитекторы, здесь потребуются и художники, здесь потребуется много специалистов, которые бы вписали действительно это сооружение в общий комплекс. По мнению членов рабочей группы, прежде чем приступить к подготовке эскиза памятника, необходимо провести масштабную работу по актуализации книги памяти. Ни для кого не секрет, что она содержит много неточностей и не включает имена многих, кто отправился на фронт из Ненецкого округа. По словам Елены Меньшаковой, директора Пустозерского музея, это титаническая работа, которая займет не один год. Безумно сложно найти выверенные списки, потому что практика показывает, что когда обращаешься и к документам военкомата, и к спискам, и к картотекам, которые есть, я знаю, о чем говорю, работала с редакцией «Староотной книги памяти», это адская работа. Это только по 3000 с лишним человек. Кроме того, по словам участников заседания, еще одной проблемой в реализации проекта может стать его масштабность. Вписать громоздкий монумент в уже сложившийся ансамбль «Улицы Победы» будет крайне сложно. Впрочем, это проблема второго этапа реализации проекта. На первом решено создать редакционную коллегию, которая будет заниматься созданием уточненного, выверенного и дополненного списка защитников Родины периода Великой Отечественной войны.